По словам учёных, из земной атмосферы необходимо будет удалить миллиарды тонн углекислого газа, если мы хотим замедлить глобальное потепление. Что предлагается делать? Сажать деревья или опираться на технический прогресс? Дайте мне две минуты, и я всё объясню. Начнём с технологий. Этот завод, словно из научно-фантастического фильма, буквально откачивает углекислый газ из атмосферы. Швейцарский стартап Climeworks построил его в Исландии. Данная установка использует возобновляемую геотермическую энергию, углекислый газ закачивается в подземное хранилище, где превращается в твёрдую породу. Это дорогостоящая инновация. Строительство пилотного завода обошлось в 10 миллионов евро. Технические мощности позволяют поглощать 4000 тонны СО2 в год. То есть цена составляет 2500 евро за тонну. Это дорого, но у проекта серьёзная поддержка со стороны государственных и частных структур. Если объёмы производства увеличатся, цена может упасть до 150 евро за тонну. Многим экологам не нравится технология по улавливанию СО2. Многие заявляют, что достаточно сосредоточиться на посадке деревьев. Но если мы хотим полностью компенсировать вредные выбросы, мы должны высаживать по-настоящему огромное количество деревьев. В среднем одно дерево поглощает тонну углекислого газа, а средний европейец производит от 5 до 7 тонн СО2 в год. Вам нужно высаживать от 5 до 7 деревьев ежегодно на протяжении всей вашей жизни, чтобы нейтрализовать ваше негативное воздействие на атмосферу. А хватит ли нам земли для высадки такого количества деревьев? Вряд ли. По крайней мере, если мы всё так же будем выращивать себе еду. Послушаем мнение Диего Флорианна из НКО «Лесной попечительский совет Италии» об устойчивом лесохозяйстве. Когда мы исчерпали все возможности сокращения выбросов и их поддержания на одном уровне, деревья становятся нашими ценными союзниками. Человечеству нужны и деревья, и новые технологии, а больше всего нам необходимо сократить потребление энергии в промышленности. Чтобы узнать больше новостей об окружающей среде, заходите на euronews.com.grin и делитесь своими мыслями в наших социальных сетях.